В эфире утренняя информационная программа. С вами Алмаз Ашим. Здравствуйте. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями или Всемирный день борьбы против рака. Онкология становится причиной практически каждой шестой смерти в мире. По данным ВОЗ, от страшного диагноза умирают почти 10 миллионов человек в год. Почти каждый сотый казахстанец сегодня борется с онкологией. В разрезе республики врачи зарегистрировали почти 180 тысяч больных раком. Эта статистика неумолимо растет. При этом параллельно за аналогичный период умирают до 15 тысяч наших соотечественников. Ежегодно на борьбу с чумой 21 века государство выделяет порядка 40 миллиардов тенге на бесплатное лечение и онкоскрининги. По данным Минздрава, тройку лидеров по числу зарегистрированных онкологических заболеваний возглавляют Восточно-Казахстанская, Карагандинская области, а также город Алматы. Врачи не устают повторять шансы вылечиться при онкологии значительно выше при ранней диагностике. Сегодня в Национальном научном онкоцентре проходит День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы против рака. Все посетители могут бесплатно пройти диагностику, получить консультацию врачей и онкологов. На месте находится и наш корреспондент Гульшат Серегбекова. Гульшат, доброе утро. Скажите, много ли людей пришли, чтобы проверить свое здоровье? Доброе утро, Алмаз. Акция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака, проходит в Национальном научном онкологическом центре. Она началась в 9 утра. За час сюда за помощью обратились около 30 человек. Да, хотелось бы сказать, что цифра очень печальная. 15 тысяч казахстанцев ежегодно умирают от онкологических заболеваний. На учете состоят 180 тысяч человек. И каждый год число заболевших увеличивается на 35 тысяч человек, говорят врачи. Эта статистика очень печальная. И поэтому очень важно на ранней стадии диагностировать эту болезнь. Если выявить болезнь, чем раньше болезнь будет выявлена, тем больше шансов вылечиться. И врачи говорят, что действительно очень часто людям удается излечиться от рака. Акция эта будет проходить до 5 часов вечера по адресу Кирей Жанбек Хандар 3. Все, кто следят за своим здоровьем и хотят защитить себя от рака, обязательно должны прийти и бесплатно пройти обследование. Подобные акции проводятся только один раз в год во всем мире уже 20 лет, чтобы обратить внимание людей на свое здоровье. Сейчас рядом со мной находится хирург-онколог Дулат Серегбаев. Мы попросим его рассказать, на что стоит обращать внимание человеку, который хочет защитить себя от рака. И какие первые, самые тревожные признаки этой болезни? Дулат Серегбаевич, пожалуйста. Здравствуйте. К сожалению, в большинстве случаев в начальных стадиях данное онкологическое заболевание у пациента, к сожалению, никак не проявляется. Поэтому каждый человек должен обращать внимание на свое здоровье путем обращения к профильным специалистам и прохождения ежегодного онкоскрининга. В Казахстане у нас имеются три онкоскрининга, которые предназначены для скрининга рака молочной железы для женщин, для рака толстого кишечника и для рака шейки матки. И как себя предостеречь от этой болезни? Какой образ жизни, возможно, нужно вести, чтобы шансы заболеть стали меньше? К сожалению, до сих пор причины появления злокачественных опухолей не выявлены, но каждый человек, чтобы минимизировать риск развития онкологического заболевания, должен соблюдать три основных правила. Первое – это регулярное физическое занятие спортом и отсутствие лишнего веса. Второе – это правильное питание, включающее в себя овощи и фрукты. И третье – это полный отказ от курения. Таким образом, каждый человек может себе предостеречь от появления главных, основных видов рака. И скажите, пожалуйста, какую помощь сегодня люди, которые обратятся в центр, могут получить? Какое обследование они могут пройти? Сегодня в стенах нашего онкоцентра проходит день открытых дверей, посвященный всемирному дню борьбы против рака. Сегодня каждый человек может обратиться за консультацией за помощью профильному специалисту, получить полноценную консультацию. И при необходимости человек будет направлен на диагностику в виде УЗИ исследования, эндоскопии, КТ или МРТ по необходимости. Хотелось бы сказать, что по словам врачей, опять-таки, среди онкологических заболеваний чаще всего люди страдают раком молочной железы, рак легкого встречается и рак желудка. Большинство заболевших – это женщины. Поэтому хотелось бы еще раз сказать, что это очень важно – следить за своим здоровьем. И все, у кого есть какие-либо подозрения, чем раньше вы обратитесь, сегодня есть такая возможность прийти и проверить свое здоровье. На этом у меня все. Передаю вам слово. Спасибо. На прямой связи с нами была наш корреспондент Гульшат Серегбекова. Мы продолжим. Восток Казахстана в тройке лидеров в стране по заболеваемости раком. Ежегодно в области регистрируют почти 4,5 тысячи новых больных со злогачественной опухолью. Причем больше всего в Усть-Каменогорске и в его пригородах. Но это не значит, что количество пациентов резко выросло по сравнению с прошлыми годами. Диагностика улучшилась. И, кроме того, в области большое внимание уделяют оснащению онкоцентров и закупу нового оборудования. К примеру, 128-ми срезный компьютерный томограф определяет опухоль даже на нулевой стадии. На учете у нас в данный момент состоит порядка 12,5 тысяч людей, из которых 51,9 где-то проживают более 5 лет. То есть это говорит о довольно-таки хороший результат. Ну, мировой результат, конечно, это порядка 70-80%, когда 5-летняя выживаемость. Мы к этому стремимся. Буквально накануне всех любителей спорта и болельщиков шокировала новость о смерти Велена Прокофьева, игрока казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы». 18-летнему вратарю, подающему большие надежды, врачи поставили страшный диагноз саркома Юинга или злокачественная опухоль костей. Четыре месяца он храбро сражался с болезнью, но в итоге она оказалась сильнее. Добрый, ответственный, жизнерадостный. Таким хоккеист Велен Прокофьев навсегда останется в памяти родных, друзей и болельщиков. Страшный диагноз – рак костей ему поставили в ноябре прошлого года. И буквально за четыре месяца агрессивная форма злокачественной опухоли одолела юного спортсмена. Игрок казахстанских «Снежных барсов» ушел из жизни. Ему было всего 18. Он, во-первых, как и боец, как парень, как спортсмен, как мужчина. То есть можно отозваться о нем только лестными словами. То есть он был активен во всем, преуспевал везде и в учебе, и в спорте. То есть не сидел, можно сказать, ни минуты. Прокофьев родился в 2001 году. Первые успехи на льду начал делать в Казахмысе. В 16 лет дебютировал в молодежной хоккейной лиге. В том сезоне Велен впервые сыграл за сборную Казахстана на юниорском чемпионате мира. Последний матч игрок «Снежных барсов» провел в конце сентября в Челябинске. Велен выходил на лед до последнего, пока мог, превозмогая боль. Настолько любил этот спорт. Рак прогрессировал. Поэтому хоккеист был вынужден оставить лед, чтобы заняться лечением. Сбор средств в поддержку спортсмена начался незамедлительно. Деньги присылали не только казахстанцы, но и его коллеги из ближнего и дальнего зарубежья. Все, кто знал парня, до сих пор не могут поверить, что теперь его нет рядом. Каждый мотает по-своему. Это вот его такая обмотка была, как бы интересная, фирменная, так скажем. Тут тоже затачивается каждый по себе под руку, чтобы удобно было. Вот это вот его клюшки тоже остались. Игровые. Это одна тренировочная, наверное, одна игровая, скорее всего, так. Вещи, которые остались у команды, теперь передадут в семью хоккеиста. На память. Прощание с Виленом должно пройти 6 февраля в Борис-Арене с 9 до 11 утра. Если время или дата изменятся, об этом обязательно сообщат на официальном сайте хоккейного клуба и в социальных сетях. Ни для кого не секрет, что израильская медицина давно демонстрирует успехи в онкологии. Так называемая выживаемость раковых больных в этой стране – одна из самых высоких в мире. В чем секрет, разбирался Сергей Ослендер. Девушку готовят к облучению. У нее сложная форма рака, но врачи уверены в успехе. Помогают новые технологии. Опухоль расположена неудачно, близко к мозгу. Но современные аппараты для облучения работают настолько точно, что почти не повреждают ткани вокруг. Облучать можно буквально квадратные миллиметры. Еще 5 лет назад это было невозможно. Кроме того, есть вероятность избежать мучительной химиотерапии. В нашем арсенале появились биологические и иммунологические препараты, которые совершенно не вызывают тяжелых побочных эффектов, как химиотерапия. А действуют иногда даже эффективнее. По сути, больному нужно принимать одну таблетку в день. И это работает. Рак по-прежнему главная причина смерти в Израиле. За прошлый год от него умерли 11 тысяч человек. Поэтому онкология здесь – особая отрасль, в которую вкладывают огромные средства. Основа системы – ранняя диагностика. Ранние стадии лечить куда проще, в том числе для пациента. Не все меряется деньгами, но подход в данном случае капиталистический. Чем раньше выявили, тем дешевле лечить. В принципе, сейчас мы можем выявлять даже вероятность развития рака. Например, находим у человека атипические клетки, которые еще не сформировались в опухоль. Если пациент будет следовать нашим рекомендациям, вести здоровый образ жизни, он даже может избежать болезни. Некоторые виды рака в Израиле лечат уже даже без госпитализации. Например, ранние стадии опухоли молочной железы. Человек или приходит получить капельницу, или пьет таблетки дома, не прекращая работать и функционировать. В 2020-м правительство резко увеличило финансирование онкологии и разработку новых лекарств. Сергей Услендер, Хабар-24. На новый этап развития переходит Павлодарская онкологическая служба. С открытием нового центра местные онкологи получили большие возможности улучшить как диагностику заболеваний, так и лечение пациентов. В настоящее время медперсонал-диспансер готовится к переезду в здание центра, которое сдали в эксплуатацию к концу прошлого года. Центр оснащен передовым диагностическим оборудованием, линейным ускорителем. Аппарат лучевой терапии сейчас испытывают в тестовом режиме. По статистике, сегодня в Прииртышье страдают онкологическими заболеваниями свыше 11 тысяч жителей. За последние пять лет онкологам удалось добиться пятилетней выживаемости пациентов. Но говорить, что общие показатели здоровья населения снижаются еще рано. В регионе улучшилась ранняя диагностика злокачественных новообразований, за счет которой цифры ежегодно ползут вверх. Открываются большие возможности в диагностике и лечении, так как закуплено и установлено новое оборудование в диагностике. Это аппарат КТ, аппарат МРТ. И для лечения установлен новый линейный ускоритель для лучевой терапии, который позволяет точно воздействовать на опухоль с помощью луча и проводить лечение. Также происходит установка оборудования в операционные, то есть это малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое сможет позволить. Мы и сейчас проводим эти операции, но в будущем хотим увеличить их процент. То есть большая часть этих операций будет провозиться малоинвазивной хирургии. Субтитры предоставил DimaTorzok 64 человека скончались от коронавируса за сутки. Все новые жертвы из центральной провинции Хубей – эпицентра распространения коронавируса. На сегодняшний день от нового типа вируса погибли 426 человек, заразились более 20 тысяч. Сейчас опасный вирус стремительно распространяется по всему миру. Случаи заражения зарегистрировали в 20 странах. Ученые всего мира ищут вакцину против этой напасти. А пока Поднебесная просит помощи. Страна нуждается в медицинских масках и защитных костюмах. Ей уже помогли более 10 стран. Это Япония, Британия, Франция, Турция, Казахстан и другие. А вот в США из-за эпидемии объявили чрезвычайную ситуацию, на что китайские власти заявили, что американцы нагнетают обстановку и при этом не оказывают никакой значимой помощи. Напомню, первую вспышку коронавируса зафиксировали в декабре в китайском Ухане. Источником заражения стали дикие животные, которыми торговали на рынке. Зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь в китайском городе Харбин. Женщина находилась на 38-й неделе беременности. Ее состояние стремительно ухудшалось, и врачи приняли решение провести кесарево сечение. В итоге на свет появилась девочка весом 3 килограмма. Ребенка отправили на карантин. Медики дважды проверили малышку на коронавирус. Анализы показали отрицательный результат. Сейчас состояние матери и ребенка оценивается как стабильное. В Японии круизный лайнер отправили на карантин. Японское правительство приняло такое решение после того, как у гонконгца, который путешествовал на лайнере, обнаружили коронавирус. 20 января 80-летний мужчина прилетел в Японию и поднялся на борт корабля «Алмазная принцесса» в Йокогаме. 25 января пассажир сошел на берег, передает компания NHK. Отправка судна была задержана примерно на 24 часа, чтобы позволить японским органам здравоохранения проверить состояние здоровья всех гостей и экипажа на борту. На круизном лайнере находилось 2666 гостей и 1045 членов экипажа. Казахстанские предприниматели. Начали повышать цены на продукты, ссылаясь на закрытые границы с Китаем. Об этом на заседании правительства рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Глава ведомства подчеркнул, Казахстан не приостанавливал движение товаров как из Китая, так и в Китай. Поэтому спекуляции с повышением стоимости, по словам министра, не больше, чем недобросовестное поведение бизнеса. Помимо этого, на заседании Бахыт Султанов представил меры, которые позволят сдерживать рост цен на продукты питания. О них известно моему коллеге Ивану Тулинову, он с нами на прямой связи. Иван, доброе утро. Что предлагает министр? Да, привет, Алмаз. Действительно, министр Султанов сегодня на заседании правительства обратился к потребителям и отметил, что продавцы пользуются ситуацией с Китаем. И по его словам, необоснованно завышают цены. Он призвал свидетелей таких фактов и также фактов ценового сговора на рынках обращаться по телефонам горячей линии Министерства торговли и интеграции. Это номера в столице, я их сейчас озвучу. Это номер 751632 и 749832. Бахат Султанов обещает, что в министерстве, в его ведомстве будут оперативно реагировать на подобные факты и устранять случаи недобросовестных действий предпринимателей. Что касается показателя роста цен по итогам 2019 года, то по данным министерства, продовольственные товары подорожали на 10,4%. Рост продолжился и в этом году. В январе показатель составил 0,3%. Правительство отмечает, что главная причина подорожания связана с недостаточной активностью акиматов по мониторингу цены и принятию оперативных мер. В прошлом году зафиксировано 67 случаев превышения пороговой стоимости во всех регионах. И ни один акимат не предпринял каких-либо мер, подчеркнул Бахат Султанов. По словам министра торговли и интеграции, существуют все необходимые инструменты. По сдерживанию необходимо активнее использовать механизм установления предельной стоимости. Кроме того, изменения требуют использования стабилизационных фондов. К примеру, в прошлом году в Шимкенте и в Мангистауской области эти стаб-фонды не выпустили на рынок ни одной единицы продукции. А в других регионах проводились интервенции не в тех товарных группах, где наблюдался наибольший рост цен. Также, по словам министра, необходимо обеспечить внутреннее насыщение рынка отечественными продовольственными товарами. Обнаружена большая импортозависимость. В зоне риска, по его словам, находится 8 товаров. Министерству сельского хозяйства рекомендовано вместе с акиматами проводить работу по увеличению производства этих групп товаров. Для этого также предусмотрены субсидии, которые выделяют со своей стороны государство. Еще одна мера, озвученная Бахетом Султановым, необходимость создания современной инфраструктуры хранения и доставки товаров до потребителей, что позволит исключить в цепочке от производителя до потребителя цепочку посредников. Вместе с тем, министр предлагает привлекать казахстанцев для мониторинга цен, а еще развивать электронную коммерцию. Вот он привел пример. При розничной цене на картофель в 100-150 тенге цена на электронных площадках составляет 75 тенге с доставкой до двери потребителя. Одна из таких площадок работает в Алматы и на основе инстаграм-аккаунта в столице. Эти меры, по словам Султанова, входят в утвержденный премьером пакет короткосрочных и среднесрочных мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Он должен быть такой вот инструкцией и к действию во всех госорганах и Акимата. Однако по итогам января, как отметили в правительстве, идет отставание по его реализации. К примеру, министр льхоз до сих пор не завершил инвентаризацию стаб-фондов, хотя должен был сделать это еще в конце прошлого месяца. Алмаз, у меня вся информация. Спасибо. С нами на прямой связи был наш корреспондент Иван Тулинов. Мы продолжим дальше. В Казахстане внедряют новую систему оценки качества и безопасности продуктов питания. При помощи QR-кода покупатели смогут ознакомиться с самой подробной информацией о товаре и его производителе. О нюансах расскажет наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Индир, на какой продукции идет речь? Алмаз систему действительно запускают в пилотном режиме и начать планируют с молочной продукции куриных яиц. Эффективность новой системы проверят на базе одного из молочных заводов страны. Для этого разрабатывают специальное мобильное приложение. С помощью QR-кода можно будет узнать весь путь продукции – от полей и ферм до прилавков магазинов. В МСХ отмечают, что новшество вводится в рамках регламентов Таможенного союза. Схожие проекты запускают и в других странах ЕАЭС. К примеру, в России маркировка молочной продукции будет обязательной уже с 1 июня. Это означает, что для выхода на российский рынок товар должен соответствовать всем требованиям. Финансовые затраты отечественных предприятий ведомстве сейчас подсчитывают. Вместе с тем, сами производители переживают, что проект для них будет дорогим. А это может отразиться на стоимости товара. По данным Молочного союза Казахстана, в прошлом году предприятия переработали полтора миллиона тонн молока. Продукция обеспечивает в основном внутренний рынок, а по некоторым видам товаров доля импорта составляет 50%. Так что вопрос о том, чтобы Казахстан вывозил на соседние рынки свою молочную продукцию в больших объемах, пока не стоит, говорят отраслевики. Мы не экспортоориентированная отрасль. У нас задача более приземленная. Нужно свой рынок полностью обеспечить. Если по молоку, кефиру и сметане импортозависимость свели к нулю, то с продукцией глубокой переработки ситуация другая. По маслу доля импорта составляет 40%, по сыру – 50%. Завозят товары из России, Белоруссии, Украины и стран дальнего зарубежья. Дрожать отечественная продукция будет. Процесс неизбежен. При условии отсутствия резких колебаний на рынке, происходить это будет в пределах инфляции. Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25% годовых. Поэтому инфляция остается в пределах целевого коридора 4-6%. Сообщается, что в январе годовая инфляция составила 5,6%. Более чем на 9% выросли цены на продовольственные товары и свыше 5% на остальные категории. Помимо этого, почти на 1,5% подорожали в стране платные услуги. При этом, как сообщают финрегуляторы, инфляционные ожидания населения остаются умеренными. Дальнейшие риски будут наблюдаться на фоне повышения акцизов на бензин и подорожания регулируемых услуг. До конца года в Нацбанке ожидают замедление годовой инфляции до уровня середины целевого коридора. Очередное решение по базовой ставке объявят 16 марта. В Казахстане разработали интерактивную карту сельских бюджетов. В ней отображены расходы более 3000 сельских округов, поселков и городов районного подчинения. Автором проекта выступила организация Transparency Kazakhstan. Исследование отмечает, что в этом году объемы бюджетов 4 уровня в стране снизились за исключением трех регионов. Больше всего средств на поддержку местного самоуправления заложили власти Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областей. Меньше всего денег у жителей сел Западно-Казахстанской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей. При этом аналитики отмечают, что самые внушительные суммы местные бюджеты выделяют на содержание аппаратов сельских окематов, капремонт административных зданий и благоустройство. Гораздо меньше денег предусмотрено на обеспечение занятости населения, строительство дорог, решение проблем ЖКХ и социальную помощь. И официальный курс на сегодня. Национальная валюта вновь подешевела. Доллар США стоит 380 тенге 65 тынов. Алмаз, это все деловые новости к данному часу. Вам эфир. Спасибо, мы продолжим. Продолжение следует. 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 Мы пытаемся все это вместе толкаться, как говорится, конкурировать неправильно, хотя это можно было бы разложить по времени, разложить по рынкам сбыта и так далее, и это все могло бы тоже стабилизировать цену. Поэтому мы вместе с нашими соседями также будем кооперироваться в этой работе и создавать эффективную товаропроводящую систему. Она, кроме того, что позволит нашим товаропроизводителям получить гарантированный сбыт и снизить потери, это приведет к тому, что те деньги, которые они теряли, они сегодня смогут вложить в технологии, в продуктивность своего производства, в хранение, в инфраструктуру хранения. Это в конечном итоге приведет и к снижению стоимости цены у производителей. И вкупе с работой по прозрачной системе дальнейшего доставки его до потребителя мы получим эффект от стабилизации и снижения цен. Поэтому, но с другой стороны, эта система может работать на экспорт нашей продукции, поэтому вопросы экспорта это также является одним из приоритетных направлений нашего министерства, о чем я вам не раз уже докладывал. В этом плане я также при посещении стран и при встрече с нашими коллегами, министрами торговли, которые приезжают в нашу страну, например, вчера я встречался с министром торговли Сингапура, также мы обсуждаем возможность расширения нашей торговли, диверсификации наших внешнеторговых показателей, поскольку у нас состоит четкий кавенант до определенной стратегии до 2025 года. Мы должны нарастить несырьевой экспорт товаров и услуг до 41 миллиарда тенге. Это достаточно сложная задача, и сегодня мы работаем по нескольким направлениям. Это сегодня, если активных у нас экспортеров порядка 400, то для того, чтобы с 21 до 30 миллиардов долларов довести экспорт товаров, нам нужно нарастить, во-первых, научить экспортерам, чтобы они производили и могли работать на приоритетных экспортных рынках. В этом плане у нас работает программа экспортной акселерации, мы сейчас запускаем. В прошлом году мы оказали сервисную поддержку по порядка 139 нашим экспортерам, и они впервые получили доступ, например, наши аккумуляторы на рынке Италии, продукция двойного назначения на рынке Бангладеша и медицинское оборудование на рынке Бангладеша. Вот такие примеры у нас есть. Мы с каждыми нашими партнерами работаем, подготовили линейку дополнительных товаров, которые мы можем поставлять наши потребители, по производителям, в этом плане мы работаем активно с нашими экспортерами и начинаем обеспечивать через наших коллег, соответствующие министерства, ассоциации в других странах по налаживанию прямых контактов. Например, в Европейский Союз мы предложили 110 товаров почти на 900 миллионов долларов, в Узбекистан 70 товаров на 200 миллионов, в Китае 60 видов на более чем миллиард долларов и так дальше. В этом плане это тоже системно будет влиять на конкурентоспособность наших производителей. И, конечно же, если условно, я всегда говорю, если наше молоко будет спокойно конкурировать, свободно конкурировать на полках супермаркетов в Пензе, то, естественно, с пензенским молоком у себя на полках мы тем паче будем конкурентоспособны. И, конечно, в этом плане работа по исключению барьеров доступа нашей продукции на приоритетные рынки как России, так и Центральной Азии – это тоже еще одно направление, которое также будет в конечном итоге системно влиять на стабилизацию цен и насыщение внутреннего рынка нашими продуктами. Вот коротко хотел я дополнительную информацию сказать, а дальше мы можем поработать с вопросами и ответами. Спасибо. Спасибо за предоставленную информацию. Коллеги, мы переходим к вопросам. Дяуринин Ербулатов, Тенгри Ньюс. Минус Рағым жаңа, сіз Китайдан кейген таваларға балян сайтып қалдыңыз, кейбір кәсіпкерлер таваларды негіз сіз көтеріп жатырдеп. Бұл кәсіпкерлер алда уақытта жазаланама, және қандай таваларға бағалар көтерілген, нақтай таваласы, қандай тавалар айткен. Соналда уақытта бұл мәселер қалай шешімдер. Рақмет. Казір үгіне осында ақпарат келіп түсіп жатыр. Осын үшін де журналисттердің дарапында осында жаңа сұрақтырды беріліп жатыр. Бұл жаңа мен жедел-жел туралы ақпарат бередім. Казір өзімен де фейсбук аккаунтында осында ақпарат беріп отырым. Бәліқ тұтынушылорға осында біздің ұсынысымыз бар. Егер қай бір базарда, немесе мәғазиды көндерде осында себептерді көріп отырысаңыз. Осында себептерді сіздерің қайтып отырыса, Қытай мен шегі жабылғанның кейін баға өсеттеген. Бұл дұрыс емес ақпарат өткен. Тауар жүрсі өп мәселер жүргісдері кедерге жоқ. Шеғара бұл дұралы жаулған жоқ. Бұл коронавирус қобайланысын декғrumдар жүрі өksелен мәселер безда тезі істі. Сонсыдықтан, кайып сірді сіздерді тұтарды көтерілгесі жоқ. Продолжение следует... 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 в сторону торговых сетей, это повлияло. На самом деле в декабре месяце мы видели, что стабилизировалось изменение цены, и рост был всего лишь 0,1%, это в разы меньше, чем в декабре предыдущего года. И в январе месяце мы тоже видим, что при росте цен на 0,7%, то на социально значимые продукты всего лишь на 0,3%, это в два раза меньше, чем в январе прошлого года. То есть можно сказать, что меры вот эти влияют, точечные, но мы говорим о том, что системно нужно работать, более активно надо работать по анализу балансов производства и потребления, по перемещению между регионами этих продуктов питания, помогать предпринимателям налаживать прямые связи со своими сетями. Такая работа в ручном режиме может более активно проводиться, и она тоже влияет. Понятно, что системно мы должны наладить, я уже говорил, само производство этой продукции и сделать прозрачную систему, товаропроводящую систему. По работе с ценами у Акимов есть конкретный функционал, он, конечно же, чуть-чуть не рыночный, это установление пороговых цен, и при зашкаливании цен за эти пороговые цены установление предельно цен. Но такая мера у нас есть, есть опыт и других стран, где он работает, поэтому его надо активнее использовать. В прошлом году 67 случаев было, когда цены по всем областям вышли за пороговые цены, но никакие меры не были законом предусмотрены, предприняты. Мы об этом тоже сегодня указываем Акимам, о том, чтобы они более активно, механизмы, которые у них позволят, есть работать в ручном режиме, нужно активно использовать, потому что сегодня это, в сегодняшних условиях это очень важно. По МИАСу это надо дополнительно, наверное, посмотреть. Здесь, на самом деле, экспорт, установление запрета на экспорт, он должен был повлиять на стабилизацию цен. Здесь, наверное, мы с Министерством Сельского хозяйства дополнительную информацию дадим. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Казинформа, пожалуйста. Вот в своем докладе вы говорили про стабилизацию цен, как имеется в виду, об установлении встречных обязательств для производителей. Скажите, пожалуйста, как это может повлиять в целом на стабилизацию цен в Казахстане? Спасибо за вопрос. Да, установление встречных обязательств – это как раз реализация задачи по насыщению внутреннего рынка. Зачастую понятно, что у нас рыночная экономика, и производитель волен сам направлять туда, где больше ему обеспечен сбыт. И был такой конкретный случай в Караганинской области, когда картофелеводы задавали свою продукцию трейдерам, и дальше не задумывались, куда трейдер везет – в Узбекистан или в Россию. Но в результате в какой-то момент получилось, что в Караганинской области случился дефицит картофеля. Хотя в целом по стране мы обеспечены, мы производим больше картофеля, чем потребляем. Поэтому, предоставляя субсидии, Акимы должны внимательно смотреть по тем продуктам, где может вот такой дефицит произойти из-за конъюнктуры рынка, из-за того, что пылесосит экспорт иногда, в силу того, что у соседей цена больше. Чтобы в таких случаях не происходило, Акимы должны при предоставлении субсидий производителям поставить встречные обязательства, что определенный процент, например, 20% картофеля, он обязан продать на внутренний рынок, а 80% пожалуйста отправляет на экспорт. Но здесь по каждому продукту нужно внимательно работать Акимам. Об этом мы и говорили сегодня на заседании правительства. Денис Кривишев, пожалуйста, Ваш вопрос. Благодарю, Вашанович, два вопроса. Первый, как к экономисту. Считаете ли Вы с точки зрения экономической теории вообще правильно вмешиваться в ценообразование со стороны государства? Ведь мы находимся не в социалистической экономике, где есть план, и есть все остальное в капиталистической, где рынок является определяющим, и государство может либо помогать, либо просто изымать налоги просто как агент. И второй вопрос. Считаете ли Вы, что девалюционный лаг уже исчерпан, и те преимущества, которые получили казахстанские предприниматели в 2015 году, после девальвации уже исчерпаны, и сейчас мы работаем в обратном режиме. Спасибо. Как экономист я с Вами абсолютно согласен, конечно, как рыночник, что в полноценной, повторюсь, рыночной системе вмешиваться в цены ни в коем случае нельзя. Всегда можно получить отрицательный эффект от такой работы. Я бы здесь Вам посоветовал почитать как раз хорошее, доступно об этом говорится в книге Хорста Зиберта, называется «Эффект ковры». Почему он так назвали? Потому что был прямой пример, когда пытались английские колонизаторы у индусов покупать змеиные головы, в результате получили, наоборот, больше укусов от змей, потому что те начали выращивать просто змей под стенами у колонизаторов. Вот простой пример, когда ты пытаешься вмешиваться ценой или в цену, можешь получать отрицательный эффект. Но, повторюсь, для этого нужно иметь все полноценно работающие институты, полную, полноценно работающую систему, в том числе и защита конкуренции, и фискальные меры, и ряд других, ну и, конечно же, насыщение рынка соответствующей продукции. Только в этом случае цены могут работать сбалансированно, вернее, ценообразование будет сбалансировано. Но в нашем случае у нас есть множество таких нерешенных еще проблем, поэтому такие элементы, как установление предельных цен или ручной режим состыковки продавцов и покупателей, приходится применять. Но в будущем, я думаю, что это все наладится. С точки зрения, по второму вопросу, я думаю, что эффект коррекции цены в 2015 году, он был давно уже поглощен, сейчас работают разные другие факторы, влияющие на ценообразование, поэтому, я думаю, здесь мы также должны реагировать адекватно, исходя из текущих ситуаций. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Добрый день, агентство Интерфакс Казахстан, Куралая Булгайзина. У меня два вопроса. Первый, вот сегодня обсуждали проект по созданию агрологистических центров. В Казахстане АБР планирует выделить 160 миллионов долларов. Могли бы вы пояснить, в какие сроки будет реализован этот проект? Может быть, кратко об экономическом эффекте. И это будет заем, получается, какие условия у него, сроки, ставки, валюта. И второй вопрос касательно, вот есть ли у вас какие-то прогнозы о том, какие товары, социально значимые продовольственные товары могут подорожать в 2020 году, как это было с гречкой в 2019 году. И вообще, почему так сложно стабилизировать цены на рынке? Спасибо. Спасибо за вопрос. Три получилось у вас, а не два. По первому, по Азиатскому банку развития. Во-первых, Азиатский банк для начала выделил грант и техническую помощь. Сейчас подтянуты специалисты мирового уровня с опытом, с конкретным опытом работы по созданию вот таких товаропроводящих систем. и мы сейчас находимся в активной фазе анализа. Я уже говорил, что план краткосрочных и среднесрочных мер сегодня был утвержден правительством, и мы с местными исполнительными органами работаем над как раз инвентаризацией всех хранилищ, оптово-распределительных центров, транспортно-логистических центров и другой инфраструктуры, для того, чтобы четко посчитать, в каком конкретном месте должны быть агрологистические центры, оптово-распределительные центры. Это зависит, агрологистические, допустим, это зависит от объема, ближе должен быть к производителю, а оптово-распределительным ближе к потребителю. Сейчас мы ускоренно делаем анализ, мы хотим завершить эту аналитику до конца февраля. По модели глава правительства нам поставил задачу до конца текущей недели закончить анализ. После этого будут уже определены конкретные объемы займа. Поэтому то, о чем говорил сегодня глава представительства Азиатского банка развития, это о готовности выделения таких ресурсов. По модели, еще раз повторюсь, мы после того, как определимся, дальше уже следующие шаги в проектном офисе мы будем определять. Второй вопрос. Это тоже сейчас мы в пакете краткосрочных и среднесрочных мер, сейчас активно проводится анализ по тем объемам производства и потребления, вот эти балансы сегодня составляются. По гречке получилось, вот мой анализ показывает, что несколько лет назад было перепроизводство, и в течение трех лет сокращались пассивные площади. Это и привело, просто никто не выловил эту тенденцию, вот такие тенденции как раз надо в динамике смотреть и вылавливать. Поэтому в целом, благодаря принятым мерам, я уже сказал, что стабилизация происходит, и в дальнейшем мы будем дальше анализ говорить, еще будем предоставлять эту информацию. Сейчас как раз Министерство сельскохозяйственной, с местными исполнительными органами в этой фазе анализа находятся. Министерство сельскохозяйственной, 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 в этой фазе анализации, мы уже готовы, мы уже готовы, мы уже готовы, сельскохозяйственной, мы уже готовы, мы уже готовы, мы уже готовы, мы 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 готовы, Это рабочие места на базаре, это какие-то, как вот в день они же платят суммы, вот это какой-нибудь день торговли китайскими товарами, вот какую-нибудь оценку производили? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. Оборотная схема – это очень хороший инструмент. Я, будучи мэром столицы, активно использовал эту систему и такому же примеру последовал город Алматы. Мы сегодня как раз и говорим, предлагаем Акимам активнее использовать этот механизм. Речь идет о облегченном кредите, финансировании сетей, которые берут уже по этому соглашению на себя обязательства по теме или иным видам продукции. Мы ставим эту задачу по довести с 4 до 19, пока в пилотном режиме работали 4 вида социально значимых продуктов питания, довести до всех 19. Речь идет о том, что заключается соглашение, со стороны Акимата предоставляется облегченное финансирование, со стороны сетей берется обязательство за счет этих средств работать с конкретными поставщиками, работать над их закладками, с тем, чтобы в течение сезонных колебаний они могли сбалансировать эту цену и держать у себя на полках ту цену, по которой они берут обязательства перед Акиматами. Это больше работает, потому что предоставляет оборотные средства для производителей, для самих сетей, и это им позволяет выстраивать долгосрочную, среднесрочную систему балансировки своих цен. Поэтому она действенна, она показала результаты, и мы больше пропагандируем, чем 3 миллиарда держать на счетах свободных, лучше их направить для сетей. В конечном итоге они помогут производителям насыщать рынок социально значимым продуктом питания. По влиянию Китая существует, конечно же, различный анализ, и специалисты говорят, безусловно, это влияет, и мировые эксперты говорят, на снижение роста ВВП самого Китая. Понятно, смежные страны и страны, с которыми есть активный товарооборот, они также будут получать отрицательный эффект от этого. В целом, мировая торговля сегодня будет страдать, и рынки колеблются. Поэтому, конечно же, определенное влияние будет в силу того, что, элементарно вы сами назвали, и по всему миру, и авиакомпании терпят из-за этого убытки. Люди вынуждены срывать свои командировки, свои поездки. Это и на туристический потенциал влияет, и на тех же челночников влияет. Опосредованно будет, конечно же, определенное влияние, но его надо, конечно же, просчитывать по каждому местоправлению. Спасибо. Уважаемый Бахтар Лаханович, благодарим Вас за предоставленную информацию, за участие в брифинге. Коллеги, мы находимся уже более 30 минут в прямом эфире. Остальные вопросы можете задать после брифинга у Престины. Спасибо. Коллеги, спасибо за внимание. Продолжение следует...